всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine но перед началом ролика как обычно хочется поблагодарить всех донатеров за вашу финансовую поддержку канала спасибо друзья ну что же сегодня наше путешествие будет таким немножко удивительным и в общем короче говоря сегодня мы посетим планету девятую планету да мы конечно все знаем что когда-то была девятая планета это у нас плутон но потом по некоторым соображениям и принесли ученые карликовой планете и она перестала бы девятой планеты и сегодня у нас будет первое что мы посмотрим это гипотетически возможная планета собственно я сразу оговорюсь что это будут два мода но немножко представим себе солнечную систему и вселенную по-другому короче говоря первое это гипотетически гипотетическая планета под названием так она по-моему называется планета номер девять как мы видим в нашей солнечной системе планета земля и так планета называется перс персефон интересное название короче мчим прямо к ней да не удивить не удивляйтесь но это всего лишь криогенный суп нептун в диаметре 38 тысяч шестьсот семьдесят пять километров естественно это водород гелий ничего вроде бы как бы примечательного там вдалеке где-то мы можем видеть нашу звезду солнца видите проглядываем через кольца персефона какое-то древнее греческое наверное название но вот что удивительно у нее посмотреть это то что у нее есть 29 лун и одна из лун с жизнью да давайте посмотрим но я конечно немножко удивлен но на таком расстоянии я не знаю конечно может ли существовать жизнь если только какая-нибудь подлетная совершенно верно луна арахен как мы видим это класс теплая безвоздушная микроаквария жизнью органическая жизнь одноклеточная подлетная возможно возможно здесь жизнь существует опять же это одноклеточная обращу ваше внимание под толстым слоем льда возможно как на европе ведь мы знаем что толщина льда на европе спутника юпитера составляет 100 километров возможно здесь под этой толщей льда которая наверное скорее всего больше чем на той же европе ну 150 наверное километров хотя может и 100 есть органическая одноклеточная жизнь то есть это всего лишь какие-то бактерии да но представьте если когда-нибудь человечество сделает шаг это на такую далекую луну ну конечно оговорочка это гипотетическая планета у нас есть по моему ролика 34 где мы по моему рассматривали если я не ошибаюсь вот этих планету 10 планету 9 да в общем вот как то так собственно мод есть в стиме мастерской если вы захотите можете сами конкретно прямо изучить а вот второе что я хочу сейчас посмотреть и о чем пойдет сегодня также речь которая затронул в прошлом ролике это планета катрусия давайте посмотрим на каком расстоянии она находится от планеты ну давайте даже от солнца 792 световых года я предлагаю прямо сейчас к ней перелететь планета катрусия звезда аструфати интересно желтый карлик по моему класс точно такой же звезды как у нашего солнца 5 планет одна с жизнью температура звезды 5000 по кельвину это приблизительно 5 800 по цельсию и что у нее по планетам 1 эта планета горячая пустынная терра под названием фенгурске это скорее всего моду дел из каких-то ученых брали или еще чего-то такие названия интересные каких-то первооткрывателей звезд или ну как-то так по лунам что за луна 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 лустрича что за плюс 3 шо ладно планета он грустокика теплый супер юпитер этой планеты принципе могли бы даже в свой телескоп детально рассматривать супер юпитер если по моему мы бы стояли на первой ингрузки где-нибудь на ночной стороне мы бы видели прямо таки знаете я бы сказал сколько здесь расстояние расстояние даже 0,16 астрономических единиц невооруженным глазом она бы смотрелась очень очень большой даже так давайте приземлиться на поверхности я хочу примерно представить насколько это бы выглядело ну если представить что это симулятор space engine и то как он дает нам изображение то в принципе вот этот теплый супер юпитер мы бы видели как на полную луну да я бы сказал наверное даже так но даже чуть меньше размером пишите короче в комментариях я могу ошибаться но потому как это изображается в симуляторе планета мэйн-де-стрик теплая пустынная фирия есть вода кислород собственно температура 166 градусов по цельсию но здесь по было бы невозможная жизнь планета трун мисс кинтло я кстати к труси и сейчас вернусь специально до до конца дотяну чтобы рассмотреть вообще что по планетам здесь прохладная озерная суп 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 фирия я скажу так что здесь по моему жизнь только начинает каким-то образом появляться даже по моему по возрасту планета подходит так катрусия знаете это солнечная система я бы даже сказал на каких-то первых ее парах зарождения а вот и наша катрусия что это за огнем если это просто криво мод сделан на ночные города я буду ругаться с другой стороны с другой стороны я вижу даже на дневном небе вулканическую большую вулканическую активность на планете просто посмотрите вулканы просто кипят везде разлитая горячая магма ну что ж давайте попробуем приземлиться на поверхности кстати говоря тогда рассмотрим что это за вулканы откуда они берутся сейчас меня наверное перевернет я нажму на паузу такс морская супер терра ну вообще по идее здесь должна быть какая-то хоть поверхность прорисовка да есть это это мох это мох какая-то растительность непонятная зеленого цвета как на планете земля удивительно выглядит кольца посмотрите тонкие причем три системы колец так ну вот они якобы это действующий какой-то подземный или морской вулкан то магма вырывается просто на поверхность я конечно понимаю что space engine вулканы пока еще не так графически реализованы хорошо но примерно представлять можно себе я вернусь к воде я хочу посмотреть воду что я заметил здесь помните что сейчас вышел такой небольшой патч на 3d воду типа 3d вода и я покажу как он работает мы видели уже неровные поверхности до в прошлом ролике на планете земля кстати они вообще не работают но хоть графически лучше стало видно я видел здесь приливы а и отливы да вы не поверите я видел здесь на этой планете приливы и отливы так ну как мы видим хотя бы вот так неровная поверхность можно представить что это приливы и отливы на паузе скажем так но сейчас я найду я найду я видел я точно видел я помню надо найти по моему какой-то океан здесь то ли большое озеро было но я их видел блин ну не могло же мне показаться надо где-нибудь так давайте знаете что сделаем сейчас промотаем немножечко по моему приливы и отливы хорошие там где вулканы там вода там прям где самые такие действующие вулканы вот примерно вот в этом месте вроде бы как затопленные горы просто водой океаном приземляемся на поверхность то кстати надо чуть-чуть отлететь хотя здесь даже по моему такой интересный рельеф но это растительность действительно на планете есть растительность это классно так вроде бы нет на паузе посмотрите невероятно вы видите это приливы и отливы посмотрите посмотрите в вода движется по планете невероятно классно так а что у этой планеты две луны да скорее всего какие-нибудь астероиды но они все-таки как-то влияют вроде бы офигительно вот это классно смотрится так я хочу посмотреть будет ли прилив сейчас как это работает вообще да если вы не верите что это работает она действительно работает но это точно не бак здесь же нет воды здесь и ниоткуда не взяться вы видите движение воды она действительно живая до только что было затопление вот этих гор как-то очень быстро как-то очень быстро это произошло так либо либо действительно это пока баг что так все непонятно движется но мне кажется все таки это скорее всего вот этот патч который они выпустили в общем пишите в комментариях что думаете помните друзья космос и вселенной бесконечной мы только начинаем свое путешествие в нем всем до новых встреч пока